Приветствую снова всех на своем канале, меня зовут Амит, огромное спасибо, что продолжаете смотреть мои видео дальше, поддерживать их лайками, положительными комментариями и подпиской. В сегодняшнем видео я бы хотел ответить на комментарий, в котором писалось следующее. Мне задали вопрос, где пишут, Амит, а кем ты вдохновлялся, да, какие книги ты читал, каких блогеров ты смотрел, для того, чтобы у тебя появилась мотивация создать этот YouTube канал, делиться своей информацией. И я бы хотел сегодня максимально детально разобрать эту тему. Все блогеры, которые передают какую-то полезную информацию во благо, да, это творцы, то есть они занимаются творчеством, они помогают другим людям, и другие люди также должны эту информацию передавать, да, потому что когда ты просто потребляешь, да, это называется деградация. И это временный источник мотивации, то есть ты не должен создавать себе кумира или идола, ты просто берешь полезные какие-то дельные советы, которые тебе говорит блогер, да, и применяешь их в реальной жизни, понимаешь, типа. Но основная твоя мотивация, то, что тебя движет, идет изнутри, это называется дух, то есть тебя ведет дух, потом с помощью правильных мыслей ты уже начинаешь создавать что-то новое в этом мире, да. А чтобы правильные мысли были еще сильнее, да, чтобы дух был тоже крепким, нужно еще заниматься спортом, да, потому что спортивное тело позволяет тебе больше вмещать в себя энергии. Но это уже отдельная тема, как понять, как мысли являются правильными, либо же неправильными, да. Дело в том, что если мысль неправильная, да, подсознательно ты будешь в окружении чувствовать то самое чувство вины, апаки и тревоги, да, потому что когда мысли являются по-настоящему правильными, да, и идут во благо развития вообще всего человечества, в тебе есть эта железная уверенность вне зависимости от ситуации, которая происходит вокруг тебя, то есть потому что тебя ведет дух, понимаешь, типа ты уже умом не выбираешь специально какую бы мысль мне сейчас подумать для того, чтобы быть максимально правильным и максимально развиваться, да, то есть нету вот специально на этом концентрации, ты просто подключаешься к источнику, и этот источник, он тебя продолжает вести, понимаешь, типа дальше. Вот, мадемуазель хочет подтвердить мои слова, то, что дух это самое главное, и с него все начинается, человек, у которого нет духа, но очень сильный ум, либо очень сильное тело, он долго не продержится, потому что эти три вещи должны быть всегда в балансе, понимаете, и чтобы эти вещи были в балансе, нужно всегда смотреть, где у тебя есть слабые стороны, понимаешь, типа. Что же касается того, кого я вот смотрю, да я могу вам дать совет посмотреть, допустим, того же Ошу, да, аудиокниги на ютубе есть в открытом доступе, он там даже, кстати, рассказывает про сексуальную ауру, про воздержание, как меняется вообще энергия внутри тебя, да, как она накапливается при помощи медитации, потому что энергия поднимается вверх, и ты можешь ей делиться с окружающими по своему желанию, да. Вот. Что же касается блогеров, я, как и все, кто страдал этим во время потребительских своих годов, я смотрел канал I Know, Олега, и он меня как бы мотивировал, да, на момент просмотра этого видео, я забывал вообще, что у меня какая-то вот здесь проблема, и потом двигался дальше. Сейчас же, да, я вот смотрю именно темы, касаемые вот самого воздержания, просто для того, чтобы узнать, что творится в этом контенте, да, потому что именно, что касается самих советов, я не то чтобы стал крутым каким-то, да, уже просто есть определенный фундамент, который позволяет мне двигаться дальше. И вы также понимаете, почему, допустим, у некоторых из вас есть страх или неуверенность, потому что у вас проблема в одном из трех пунктов, это либо у вас слабый дух, либо слабое тело, либо слабый ум, а возможно все сразу, понимаете, если вы будете прокачивать только свое тело и забудете про ум или дух, то прогресс будет очень маленький, да, и временный, вам покажется, что у вас все хорошо, потом вы упадете на дно. То же самое и с умом, да, просто ума будет недостаточно, потому что ум, он всегда будет искать варианты, как бы обойти какие-то препятствия, как бы выжить, да, если ум без духа, то страх просто гарантирован тебе на постоянной основе. Если есть дух, ну, он не может максимально, понимаете, себя проявить, если ум и тело слабые, понимаете, дух может быть, да, но вот если ты не заботишься об этих двух вариантах, короче, это все связано между собой, простыми, простыми. И вот, как бы мотивация основная должна идти изнутри тебя, а как сделать так, чтобы она начала через тебя проходить? Медитации, молитвы, анализ своих прошлых поступков и переоценка своих ценностей, да, все это помогает находиться в гармонии с собой. То есть и так же можешь смотреть на других людей, какие, допустим, по твоему мнению они ошибки совершают, и так же потом смотреть на себя со стороны. И ни в коем случае вообще ни за что себя винить нельзя, потому что твое настоящее я, вот, какой ты являешься по-настоящему, он давно уже самореализовался, да, и ты настоящий, именно есть тот самый человек с правильными мыслями, да, тот самый творец. Но тебе сейчас кажется, что ты не такой, что ты какой-то плохой, какой-то извращенец, либо там какой-то злодей, то есть сам же себя за это винишь, да, потому что ты себя по ошибке начинаешь путать вот с теми самыми негативными мыслями. Почему так происходит? Потому что наш мозг настолько сильный, да, что не все умеют им пользоваться. И он настолько сильный, что он способен нас же разрушать изнутри и менять вообще окружение вокруг нас, да. Если ты будешь думать, что ты плохой, мир будет тебе доказывать то, что ты реально плохой. То же самое и касаемо хороших людей, да. Они могут быть плохими, но они считают себя хорошими, и типа мир им предоставляет такие же условия, понимаете. Вот, такое вот видео сегодня получилось. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если оно было вам полезно, вы можете поддержать меня лайком, подпиской, если еще не подписаны. И можете в комментариях написать, какую тему мне поднять в следующем видосе. И до новых встреч, дорогие мои друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...